На очереди стены. Для их отделки мы выбрали не совсем привычный материал – пробку. Используем универсальный клей. Плитки разглаживаем валиком. На полу, за исключением подиума, тоже будет пробка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На то, чтобы этот миллиметр коры вырос, уходит целый год. Пробковый дуб растет очень медленно, зато живет около 200 лет. Пробка – материал упругий, приятный на ощупь, прекрасно сохраняет тепло и обеспечивает отличную звукоизоляцию. Эти панели не собирают пыль и в них не заводятся насекомые. По пробковому полу приятно ходить, он как бы пружинит, амортизируя каждый шаг. Это покрытие даже называют ортопедическим, потому что оно снижает нагрузки на суставы и на позвоночник. Пробку мы пропитали специальным защитным лаком. Теперь полу не страшны ни пятна, ни грязь. Мы помним о том, что летом наши герои постоянно ходят через эту гостиную из кухни к мангалу. И даже если они будут лениться переобуваться, пол не пострадает. Ну и что касается ухода, то ничего особенного не требуется, достаточно просто протереть пробку влажной тряпкой.